МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Люберецкого районного телевидения. В студии Лилия Хайрулина. Коротко о главных темах выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В зиме готовы. Отопительный сезон стартует с 1 октября. У нас в городе имеется 32 котельных. Рабочих 31. Кто предупрежден, тот вооружен. В Люберецком районе началась вакцинация девочек против вируса попелома человека. Достаточно вакцины, ее хватит на всех девочек. Подари радость детям. Молодые дизайнеры раскрасили стену детской поликлиники Люберецкой районной больницы номер 2. Красивая яркая картинка. Пейзажик мы сделаем. В зиме готовы. В преддверии отопительного сезона были проведены масштабные профилактические работы на инженерных сетях и проверка технологического оборудования. В соответствии с постановлением главы Люберецкого района города Люберца Владимира Ружицкого, пуск тепла на объекты будет осуществляться согласно графику с 1 по 10 октября. С учетом также температуры наружного воздуха. У нас в городе имеется 32 котельных, рабочих 31. Из них 17 котельных мы в соответствии с этим графиком мы осуществим пуск котельных уже 1 октября сего года. Остальные по графику. График этот будет вывышен и на официальном сайте администрации города Люберца и района и опубликован в газетах. Люберецкая газета и Люберецкая панорама. Сложнее всего обстоят дела в 7-8 микрорайоне, где работы по строительству котельных и газопровода на стадии завершения. В администрации уверяют, что отопительный сезон там начнется 20 октября. Активно ведется строительство котельной. Я хочу сказать, что в целом котельные по основным технологическим процессам приготовления теплоносителя котельные работы завершены. Завершаются также на этой неделе работы по физической укладке газопровода и подключению ее к сети газоснабжения. Так как пуск тепла – сложный процесс, поэтому в случае появления таких проблем, когда в одной комнате батареи горячие, а в другой нет, жителям нужно обратиться в свою управляющую компанию или позвонить в единую диспетчерскую службу по телефону. 8-495-503-30-00. Кто первый встал, того и тапки. Именно такого принципа придерживаются многие жители при парковой своей автомобиле. С каждым годом машин становится больше, а новые парковочные места не появляются. Чтобы выявить нарушителей, наша съемочная группа отправилась в очередной рейд с представителями Государственного административно-технического надзора. Ежедневно сотни автовладельцев паркуют свой транспорт не на отведенных для этого закона местах. Увидел свободный пятачок, припарковался и ушел со спокойной душой на работу. В большинстве случаев водители оставляют свои машины на газонах или детских площадках, нанося тем самым вред не только окружающей среде, но и жилищно-коммунальному хозяйству. Транспортная ситуация в Люберцах уже давно вышла из-под контроля властей. Как грибы, после дождя во дворах начали появляться столбики и натягиваться цепочки. Таким незаконным образом многие жильцы пытаются решить эту острую проблему, подчас превращая свои дворы в места военных действий. Нерадивые автовладельцы, бросившие своих железных коней на газоне или на детских площадках, по закону привлекаются к административной ответственности. По словам представителя Госадомтехнадзора, сумма штрафов составляет от 1 до 5 тысяч рублей. Но оплачивают их немногие. Те, которые не проплачены, мы направляем судебным приставам. Судебный пристав уже занимается своими прямыми обязанностями по изъятию таких штрафов. Госадомтехнадзор отмечает, что установка заграждений на газонах и детских площадках – дело затратное. Но других способов борьбы с несанкционированной парковкой пока что нет. Поэтому остается надеяться на сознательность водителей. И на то, что рано или поздно они поймут, что лучшее место для машины – это автостоянка или гараж. Лилия Хайрулина, Виталий Лукьянов, Сергей Балихин. Люберецкое районное телевидение. В Люберецком районе началась вакцинация девочек против вируса папиллома человека. Это инфекция, которая внешне может протекать незаметно, но приводит к большим проблемам. Нередко с летальным исходом. Бесплатная вакцинация проводится в рамках специальной областной программы в четырех районах, где заболеваемость наиболее высокая. Подробности у Елены Михайловой. Перед началом вакцинации прошли обязательные встречи врачей с родителями и детьми. Многие из-за отсутствия информации или ее искажения были против проведения прививок. Но после бесед со специалистами мнения кардинально менялись. До лекции я открыла интернет, там было все описывается, что лучше этого не делать. Но после этой лекции у меня мнение изменилось. Там все описали, всю эту проблему. И вот каждая десятая женщина может этим заразиться. У меня, конечно, мне не извинилось. Я не хочу быть каждой десятой женщиной. Лучше сделать вакцинацию от нее. Папиломовирусную инфекцию люди в белых халатах называют глобальной медико-социальной проблемой. Инфекция может протекать без симптомов, но результат страшный. Огромный процент онкологических заболеваний. Если учесть то, что каждый день у нас умирает 17 женщин от рака шейки матки, а в России умирают от рака шейки матки каждый день 17 женщин. В Московской области, в Люберецком районе, сейчас на грани жизни и смерти, женщина, которой 28 лет, у которой маленький ребеночек, она обратилась за помощью, у нее рак шейки матки четвертой степени. В настоящее время она на грани жизни и смерти. Об этом можно задуматься. Конечно, и девочки, и их родители задумываются прежде всего о том, насколько безвредна вакцина против вируса папилома человека. Не дает ли она опасных побочных эффектов. Никаких убитых или живых вирусов не содержится в вакцине. Вакцина содержит в себе вирусоподобную частицу. Плюс адюван, то есть вещество, которое усиливает иммунный ответ. Этот же адюван содержится и в других вакцинах, которые дети наши получали. То есть, получив эту вакцину, мы не можем инфицироваться вирусом и заразить детей вирусом папилома человека. Это абсолютно безопасная вакцина. После разъяснительных бесед число девочек, желающих пройти бесплатную вакцинацию против папиломовирусной инфекции по областной программе, увеличилось. Достаточно вакцины, ее хватит на всех девочек. На сегодняшний день в нашем ЛПУ в возрасте 11 лет девочек порядка 680 человек. Все они будут привиты. Все, родители которых дали информированное согласие, естественно, все они будут привиты. За всеми будет наблюдение. Если у родителей или подростков есть вопросы по поводу вакцинации против вируса папилома человека, их можно задать по бесплатной горячей линии на сайте Люберецкой районной больницы номер 1 www.3wlrb1.net Елена Михайлова, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. Мы вернемся в студию после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. Уважаемые телезрители, если вы и ваши близкие стали героями сюжета или программы, приобрести диск с видеоматериалом вы можете в редакции Люберецкого районного телевидения. Подробности по телефону 8 498 642 19 50 и 8 498 642 19 52. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вы смотрите новости Люберецкого районного телевидения. Подари радость детям. Под таким девизом в течение нескольких дней проходила необычная акция на территории Люберецкой детской больницы. Чтобы поднять настроение пациентам медицинского учреждения, понадобилось несколько десятков литров цветной краски, подъемник для высотных работ и немного терпения. Подробности в нашем следующем сюжете. Идея разукрасить фасад детской поликлиники яркими красками появилась в коллективе управления по работе с молодежью не случайно. Провести акцию подсказали реалии жизни. Дело в том, что окна главного корпуса детской больницы смотрят прямо на серые стены поликлиники. Чтобы поднять настроение пациентам, Люберецкая молодежь решила кардинально изменить внешний облик трехэтажного здания. Сказано – сделано. Это будет красивая яркая картинка, пейзажик мы сделаем. И я думаю, что ребята, которые непосредственно сами в больнице, будут выглядывать в окно и будут радовать этот вид поликлиники. Потому что она была немножко серенькой, станет даже не немножко, а поярче. И сама территория, я думаю, порадует и посетителей, и тех, кто приходит к ребятам. Вот такая у нас акция, можно сказать, подари радость детям. Картина под открытым небом призывает поиграть в ассоциации. Птицы счастья символизируют детскую душу. Разноцветные облака – мир и спокойствие. Солнце – счастливое детство, зеленая трава – жизнь. Именно такой эскиз предложили молодые люберецкие художники. И в течение трех дней кропотливого труда под жарким солнцем и проливным дождем реализовали поднебесный проект. Это наши художники, наша молодежь. Это ребята, которые достаточно уже не на уровне любителей, на уровне профессионалов занимаются такими работами. У них опыт – это и гостиница «Москва» есть, и другие объекты такие высотные, потому что, вы сами понимаете, объемы большие, поэтому они относятся к этому серьезно. Это проект и расчет. Потому что превратить маленькую картинку в большое трехэтажное панно – это достаточно сложно. Очень приятно, что это наши ребята-люберчане, которые этим занимаются уже профессионально, хотя они начинали с простого граффити, теперь они выросли вот до таких профессиональных высот в этом направлении молодежи. Это первый проект молодых художников в рамках акции «Подари радость детям». Впереди новые высоты и уже другие картины под открытым небом. Тем не менее, люберчане уверены, что к их акции в скором времени присоединятся единомышленники. Ведь сделать мир краше и принести радость людям гораздо проще общими усилиями, а не в одиночку. Екатерина Захарова, Алексей Адамов, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. Побеждать для того, чтобы жить. Для полноценной жизни людям с ограниченными возможностями надо каждый день преодолевать себя. Зачастую инвалиды, которые не опускают руки, а занимаются спортом, добиваются серьезных результатов. О них и о тех, кто тренирует этих людей, расскажет Ольга Чуканова. Юрий Грязнов за свою жизнь занимался разными видами деятельности. Но дело, как говорится, по душе нашел в 2003 году. Именно тогда в Люберецком районе было образовано муниципальное учреждение «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Надежда». В силу того, что я по жизни спортсмен, не профессионал был, но сейчас могу себя отнести к категории профессионалов. Значит, дружил со спортом всю жизнь. И, значит, когда меня пригласили, в общем-то, я с удовольствием согласился. В клубе «Инвалидов «Надежда» существуют две возрастные группы – детская и взрослая. Юрий Сергеевич тренирует и занимается спортом с людьми старшего возраста. Занимаюсь возрастной группой от 18 и старше. И возглавляю сборную команду Люберецкого района спортсменов-инвалидов на соревнованиях как Люберецкого района, так и на выезде областных и так далее. Как правило, здоровые люди думают, что инвалиды и спорт несовместимы. На примере этого клуба видно, что это не так. Люди с ограниченными возможностями, приходя сюда, играют в настольные игры, волейбол, баскетбол, теннис, посещают бассейн, занимаются различными видами легкоатлетического спорта. Представьте себе бильярд. Это очень хорошая игра. К моему удивлению, когда с подачи председателя нашего спорткомитета Долгова организовали этот вид, потянулись все, ну просто все, бабушки с таким удовольствием. А покажите, а расскажите, а какие правила? Играют с таким увлечением? Людмила Болотникова посещает клуб инвалидов «Надежда» практически со дня его основания. Женщина, так же, как и другие члены этого объединения, считает, что занятия в клубе помогают ей не только справиться с болезнью. В первую очередь, приходя сюда, она имеет возможность общаться с людьми и заводить новые знакомства. Своего тренера женщина считает хорошим другом. Человек самоотверженный. Это на самом деле, потому что он постоянно с нами на соревнованиях, где какие-то... В общем, мы участвуем во всех мероприятиях нашего города абсолютно. Какие-то соревнования, какие-то фестивали, мы выезжаем. У нас даже есть люди, которые на Олимпиаду ездили в Китай. Да, у нас есть Коля такой богач, который у нас здесь занимается. Он мастер спорта международного класса по стеннису. Ведь вот такие у нас, такой клуб, и такие наши руководители. По словам руководителей и членов клуба «Инвалидов Надежда», двери муниципального учреждения всегда открыты для новых посетителей. Значит, базируемся мы в Хлебозаводской тупик, дом 3, комната 4. График работы у нас сейчас для приема желающих к нам записаться, вступить в члены нашего клуба, значит, по понедельникам с 11 до 15 часов. Члены клуба «Инвалидов Надежда» вместе со своим тренером принимают активное участие практически во всех спортивных соревнованиях, не только районного, но и регионального масштаба. Участие в массовых мероприятиях приносят им и хорошее настроение, и заслуженные награды, медали, кубки и призы. Ольга Чуканова, Виталий Лукьянов, Люберецкое районное телевидение. В начале октября в Люберцах впервые в истории нашей страны пройдет Всероссийский турнир по тяжелоатлетике имени Аркадия Воробьева. Также в эти дни состоится научно-практическая конференция. Об этом журналистам рассказали на брифинге во дворце спорта «Триумф». Подробности далее. Аркадия Воробьева, чье имя носит Всероссийский турнир по тяжелой атлетике, без преувеличения можно назвать человеком-легендой. Во время Великой Отечественной войны он служил в морской пехоте, в мирное время работал на восстановлении Одесского морского порта, в качестве водолаза участвовал в разминировании его акватории. Здесь же он приобщился к тяжелой атлетике. Первым его состязанием стало участие в первенстве морского порта по поднятию тяжестей. Затем начались усиленные занятия. Спустя годы Аркадий Воробьев стал многократным чемпионом и рекордсменом мира, Европы и СССР. В копилке знаменитого тяжелоатлета есть две олимпийские медали. На гребне от величайших достижений он держался почти 12 лет. Он участник трех олимпийских игр в самые сложные годы послевоенные. В 52-м году в Хельсинки завоевал бронзу, в 56-м году в Мельбурне он стал олимпийским чемпионом, и в 60-м году в Риме двукратным олимпийским чемпионом. Заслуженный тренер СССР, ученый и писатель, почетный гражданин Люберец, а также почетный ветеран Москвы Аркадий Воробьев сейчас живет в Малаховке. 3 октября он отметит 88-й день рождения. Мероприятия, посвященные этой дате, начнут со 2 октября и откроются Всероссийской научно-практической конференцией. Она будет работать два дня в Малаховке в стенах Государственной академии физической культуры у истоков создания которой стоял Аркадий Воробьев. Сам турнир по тяжелой атлетике пройдет во дворце спорта «Триумф» с 4 по 7 октября. В состязаниях примут участие около 200 спортсменов со всей России, а 3 октября на территории «Триумфа» торжественно заложат аллею олимпийских чемпионов. Кстати, на вопрос журналистов, почему для проведения турнира по тяжелой атлетике был выбран именно город Люберцы, последовал вполне закономерный ответ. Если мы говорим о Люберцах, конечно, у вас вообще, наверное, долгая история, вот эта Люберов, да, что-то эта традиция такая, именно силовых видов спорта. Эту традицию надо продолжать. Организаторы мероприятия, среди которых Министерство спорта России, Федерация тяжелой атлетики и администрация Люберецкого района, уверены, что турнир имени Аркадия Воробьева пройдет на высшем уровне и станет ежегодным. Михаил Мадро, Алексей Адамов, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. На этом у меня все. Через минуту на нашем канале программа про образование. Тема выпуска – изучение английского языка в школах. Далее в нашем эфире программа «Среда». Напомню, что свои новости из жизни Люберецкого района вы можете сообщать нам по телефону редакции. 8-498-642-1950 и 8-498-642-1952. А также оставляйте их на нашем сайте www.lrt.tv, где вы также можете посмотреть выпуски всех наших программ. В студии была Лилия Хайрулина. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова